Всем привет, любители украинского футбола! В нашем футболе, как всегда, есть о чем и о ком поговорить. Поэтому в этом видео я расскажу о вчерашнем матче Шахтера, какие иностранцы могут возглавить сборную и новом интересе к Артему Довбыку. Друзья, а перед началом видео я хочу напомнить, что у меня также есть телеграм-канал, в котором я публикую новости, которые не попадают в ролики на YouTube. Поэтому предлагаю вам подписаться. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Дедзерби и его Шахтер в Еврокубках начинают с победы. Конечно, эта игра была не из тех, когда был виден явный фаворит, который к тому же потратил на трансферы почти полсотни миллионов долларов. Однако здесь была видна команда, которая сильнее классом, и это был наш клуб Шахтер. Горнякам в этом матче многое не удавалось. Прессинг был неэффективен, было много потеряно своей и чужой половине поля. Но все это было сразу замечено и исправлено Дедзерби. В перерыве вышел Алан Патрик вместо Соломона. Сразу же изменилась игра, и горняки стали играть чуть чище. Потом на 62-й минуте был чистый пенальти и впоследствии гол. Кстати, на этом тактические замены Дедзерби не закончились, и он выпустил Исмаили и Марлоса вместо ТТ и Матвиенко. Появление Марлоса, как и в матче против Львова, сразу же оживило игру и в дальнейшем привело к голу. Именно передача Марлоса начала голевую атаку, которую продолжил другой Джокер Исмаили, а завершил ее третий Джокер Алан Патрик. Конечно, игра горняков оставляет много вопросов, но есть то, что для клуба и болельщиков очень важно. Шахтер в этом сезоне, похоже, умеет побеждать. Именно такой характеристикой обладала Динамо в прошлом сезоне. Киевляне умели набирать очки или просто побеждать в важных матчах. Шахтер же в прошлом сезоне этого не умел. Конечно, Дедзерби имеет просто сумасшедшую лавку запасных. Пятов, Кривцов, Конопля, Исмаили, Сипаненко, Марлос, Мудрик, Патрик, Судаков и Дентинья. Половина из этих игроков может просто на равных заменить основных игроков, а вторая половина будет неплохим усилением. Короче говоря, Шахтер выиграл матч, который и должен был. Впереди Донецкую команду ждет ответ на игра. Я более чем уверен, что в следующей игре Дедзерби будет готов еще лучше, а это значит, что мы сможем увидеть еще больше его потенциала. И еще одно. Эта игра принципиальна не только для Шахтера, но и для всей страны, так как мы играли против команды из Бельгии, а эта страна является конкурентом в борьбе за ТОП-11 в рейтинге ассоциаций УФА, которые влияют на количество команд, которые распределяются в Еврокубке. Новость о том, что нашу сборную покинул главный тренер Андрей Шевченко, разлетелась по миру очень быстро, поэтому агенты сразу активизировались, которые начали предлагать своих клиентов. Как сообщает телеграм-канал тайны футбола в УАФ, поступили предложения и уже рассматриваются такие кандидаты, как Джани Дебьязи и Юрген Клинцман. Тренерскую карьеру Дебьязи начал в молодежной команде Бассана. Далее в его карьере были малоизвестные клубы. Особого внимания заслуживает Мадена, где он был наставником три года и привел клуб к 13-му месту в серии А. Также тренировал Торино, Брешио, Леванте и Удинезе. Самым длинным периодом была работа в сборной Албании с 2011 по 2017 год. За этот период он смог вывести сборную на Евро-2016. Сейчас Дебьязи тренирует сборную Азербайджана, которая в отборе на чемпионат мира имеет в активе два поражения от Сербии и Португалии и занимает последнее место в группе. А вот Юрген Клинцман более именитый тренер, ведь он тренировал Баварию и Герту, а также тренировал сборные Германии и США. Причем карьеру тренера начал со своей родной сборной. На чемпионате мира 2006 Германия заняла третье место, после чего Клинцман покинул сборную, а его место занял его помощник Йоа Химлев. Летом 2008 возглавил Баварию, однако 27 апреля следующего года смещен с занимаемой должности. Позже игрок Баварии Филипп Лам написал в автобиографической книге. Назначение Клинцмана тренером Баварии можно назвать как провальный эксперимент. На тренировках он уделял внимание только физической подготовке, а о тактике даже и речи не шло. Уже через 8 недель после назначения мы поняли, что с ним у нас ничего не выйдет. В последнее время турецкие СМИ обнародовали сумму, которую Трабзаспор готов выложить за Артема Довбыка. Это 3-4 миллиона евро. Кроме этого, в условия контракта будет вписан пункт о бонусах для Днепрян с последующей перепродажей игрока. Агент Довбыка Алексей Лундовский в эксклюзивном интервью MetaRatings прокомментировал, как идет переговорный процесс с турецким клубом. Переговоры находятся в активной фазе, однако говорить о том, что Довбык близок к переезду в Турцию преждевременно. Тем более, что Артема хотят видеть у себя еще несколько известных клубов. В частности, в последние дни проявляет интерес Андерлехт. Сейчас главное, чтобы Артем был на виду, радовал результативностью. Да и не будем забывать, что судьба многих контрактов решалась, как говорят шахматисты, на флешке. На этом пока все. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставить лайки и подписываться на мой канал. До встречи в новом видео.